Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл программ «Вечер у Камина». И сегодня у нас в гостях Татьяна Тавпека-Першина. Она блогер. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте, Алина! Я очень рада присутствовать сегодня на этой передаче. Всю жизнь мечтала попасть в телевизор и сказать всем известную фразу, которую хочет, мне кажется, сказать любой. Мама, привет! Я в телевизоре! Здорово! Татьяна, ну, скорее всего, мытищинцы знают вас не как Татьяна Тавпека-Першина, а как тушканьчик. Да, тушканчик – это мой ник в социальной сети. Откуда это пошло? Это пошло вообще с далеких-далеких-далеких времен. Еще я тогда училась в школе. Это, конечно, не социальная сеть, но тогда все пользовались такой программой, как Аська ICQ. Я так и подумала. Да, да, да. И вот с тех времен мы с моим другом как-то ехали в электричке, и, значит, была примерно такая же погода. У меня была куртка с маханатыми такими рукавами, с маханатым воротником, и он мне вдруг сказал, «Ну, ты, конечно, так похожа, но ты тушканчик». Я такая, «О, класс!» А я тогда как раз не знала, как мне можно было бы так обозваться, какой никнейм придумать, и я решила, о, а назовусь-ка я тушканчик. Ну, мало того, что там тушканчик, там еще две цифры. Ну, это раньше просто было модно использовать, типа, шея, шестерка, шея, ну, ячейка как четверка. Ну, вот, и с тех пор как бы пошло-поехало, и вот такая узнаваемая уже, мне кажется, по сей день. Ну, узнаваемая однозначно. Да. Мало того, я еще расскажу, у меня татуировка есть на лопатке, и там изображен тушканчик. Серьезно? Да, ну, я показывать не буду. Так далеко зашло. Да, да, да. Ну, это тоже вот когда уже настали студенческие времена, вот эта кровь плала, что, ммм, пойду против системы, набью себе тату. И вот. Расскажите, о чем ваш блог? Лайфстайл, мне кажется, это больше всего подходит к моему блогу. Начала я его вести, наверное, тогда, ну, как, сначала я постила просто какие-то рандомные фотографии, побыла здесь, побыла там. А потом уже, конечно, когда становишься взрослее, более осознанно к этому делу подходишь. И когда начались времена моего декрета, я очень много времени проводила на улицах нашего города, гуляла с ребенком, и появилась такая тема, как сторис. Я начала вести, короче, сторис, и просто рассказывать о каких-то проблемах нашего города. Ну, как бы у меня не было... И не о проблемах. О проблемах, да, сначала о проблемах. Ну, там, типа, нечистенные дороги. Ой, как, я негодую иду, блин, у вас тоже так. Ну, и то есть, ну, сначала начинала все о проблемах, а потом как-то так вышло, что я начала просто, в принципе, следить за жизнью города, интересоваться, что где происходит, какие где могут мероприятия проходить. Старалась даже какое-то время бывать на этих мероприятиях. И, ну, людям, которые за мной следят, показывать. Вот, смотрите, вот здесь. А вот тут вот у нас выставка крутая в галерее, да. Ну, и тем самым и призывать, и показывать. И вот как-то так все и началось. Не знаю никого, наверное, не секрет, что у меня хобби. Постепенно это, конечно, все появилось. Хобби фотографировать наш славный город Мытища. И в основном я люблю именно такую пейзажную съемку. Ну, и плюс ко всему, то есть, нет такого, что я там что-то где-то подгадываю. Просто появляется какой-то момент, погода, свет, телефон, хоп, щелк и вуаля. Ну, просто нужная обстановка. Да, 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 да. И, то есть, на данный момент сторис я использую как для оповещения людей чего-то интересного про город, ну, или не только про город там, да. А уже посты в ленте, это посвящены исключительно только городу Мытища. Насколько я знаю, ваше хобби переросло в нечто большее. Да, мое хобби переросло в нечто большее, скажем так, меня заприметили. Когда настало время выходить из декрета, я думала, куда же мне со своими этими талантами деваться. А до этого вы кем работали? До этого я работала в отделе розыска на почте России. Я помогала людям искать их письма, посылки у нас в Мытищах, на ассоциировочном центре, да. Ну, просто во время декрета ты как бы переосознаешь вообще все ценности, всю жизнь. Я поняла, что я больше как бы творческий человек, нежели такой офисный планктон, грубо говоря. Вот, и просто по стечению каких-то обстоятельств, событий, в те времена, когда в Яузу пришло новое руководство, они, в общем, по городу искали новых интересных людей, ну, и вовлекали как бы к себе. Вот, и мне, ну, когда я о них узнала, я увидела, ну, как они круто, интересно делают, и я подумала, о, это, наверное, мне, мне нужно попробовать. Вот, и помню, вот, Полину Ровнер, ну, если вы знаете, вот, Полину, привет. Вот, Полина Ровнер меня, ну, пригласила в Яузу, ну, и, соответственно, не знаю, можно ли их называть. Попробуйте. Художественный руководитель Яузы Эдита Карленовна, вот, она мне предложила сделать совместную работу, был день города, 95 лет городскому округу Метиси, и она предложила, ну, она увидела, что я фотографирую город, и она предложила сделать совместный проект. В чем он заключался? Он заключался в том, чтобы сделать, ну, фотоинсталляцию с объектами, с значимыми, известными, узнаваемыми объектами нашего города, будь то церковь, памятник и что-то, ну, какие-то такие вот места. Да, и на 95-летие городского округа Метиси, они проводили его у нас в Центральном парке, были, в общем, сделаны такие кубы, несколько кубов там было сделано, с ними можно было подойти и сфотографироваться, и там вот был наш город Метиси, вот, к этой фотоинсталляции я приложила руку. Вот, ну, и потом как-то вот так вот пошло-поехало, и мне уже нужно было прям официально выходить из декрета, и вот мне предложили работу в культуре, вот, и на данный момент я являюсь сотрудником, очень с гордостью об этом говорю, Центра культуры Подмосковья в поселке Пироговский. Конкретно в чем ваша работа заключается? На данный момент я занимаюсь там фотоконтентом и видеоконтентом. Вместе с ребятами мы, ну, реализовываем различные проекты, ну, то есть не только, что вот я вот только вот это делаю и все, нет, мы вот все вместе, командой, вот, грядет, кстати говоря, можно к слову сказать, у нас день работника культуры, 25 марта, и, в общем, у нас в Центре культуры Подмосковья будет открываться фотовыставка моих работ, поэтому вот приезжайте, смотрите, будет круто. Но помимо всего вы еще и ведете социальные сети, как я понимаю. Да, я веду социальные сети, ну, нашего ЦК Подмосковья, да. Наверняка слухи о закрытии некоторых социальных сетей мимо вас не прошли. Да, они не прошли мимо меня, конечно, приходится следить за актуальными новостями в этой сфере, в этой тематике, быть в курсе. Что вы думаете, как вы к этому относитесь? Как блогер, как СММщик? Я считаю, что не нужно падать духом, это в первую очередь, потому что жизнь наша с вами прекрасна, и на этом не заканчивается. У нас с вами есть ВКонтакте, у нас с вами есть Телеграм, это же, ну, наше российское производство. Вот, поэтому я думаю, что можно будет что-то придумать и перейти на эти платформы, ну, и, соответственно, дальше развивать ровно так же, но только уже на этих площадках. На работе это как-то на вашей отразится? Я думаю, нет, потому что если мы сейчас все по семестному туда перейдем, все то же самое, но только на другой площадке. Но все-таки интерфейс, мне кажется, и функции, они отличаются. Да. Не зря же изначально ушли от ВКонтакте того же самого. Да, 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 в какой-то миг они потеряли, да, свою популярность, но я уверена, что ВКонтакте, да, как группа компаний, наверняка они будут подстраиваться под новые реалии, и наверняка будут какие-то новые фишки у них выходить, потому что они просто сами почувствуют в этом потребность. Я думаю, так. Почему вам нравится заниматься вот этой блогосферой? Не думаете ли вы то, что вот эти ограничения, которые сейчас попадают на социальные сети, они как-то вот отразятся на блогерах, на всех? Ну, на тех блогерах, которые зарабатывают на этом деньги, непосредственно занимаются монетизацией, безусловно, да, потому что, ну, как-то... Это их заработок. Это их, да, основной заработок. Они только, ну, если у них нету какого-то основного места работы, естественно, они на этом очень сильно прогорят. Но я думаю, что если эта интеграция, да, перейдет... У нас же в Телеграме теперь можно делать рекламу, да, наверняка можно будет что-то придумать. Монетизировать. Да, ВКонтакте тоже что-то... Ну, было бы желание. Шутки про то, что блогерам придется достать свои дипломы, пойти по основному месту работы, вы к ним как-то... Ну, я... Возвращаться на почту вы не готовы наверняка. На почту я точно вряд ли, нет. Ну, как, я же занимаюсь больше творчеством, поэтому я думаю, что я не потеряюсь. Вот то, что вы открываете свою фотовыставку, как вы считаете, можно ли это сказать, что это один из выходов из этой ситуации с ограничениями, то есть выход в реальную жизнь в социальной системе? Да, думаю, да. Ведь изначально же эти работы, как я понимаю, были созданы для... Да, это было... То есть я на этом не делаю каких-то там денег, там, да. Для меня это просто такая душина, хобби. А я решила выйти на немножко новый уровень, раз такие настроения происходят в социальных сетях, можно выходить в жизнь. И вот это мой первый шаг, попробовать что-то новенькое, а там айда, глядишь, и жизнь повернет немножко в иное русло. Вот, кстати, вот эти споры. Реальная жизнь, виртуальная. Ведь многие, наверняка, родители, вы, как мама, переживали за то, что ребенок там сидит очень много в интернете, в компьютере, в социальных сетях. Сейчас, как вы думаете, эти опасения уйдут в сторону или все-таки найдут замену? Сложно сказать, потому как, например, какие-то компьютерные игры никто не отменял еще. Я считаю, что все зависит... Да, это пока. Я думаю, что это все зависит от воспитания самого ребенка и его родителя. Поэтому мне пока еще рано об этом думать. Татьяна, вы такая позитивная. Вот скажите, ваш главный совет, как я поняла, это не падать духом и не расстраиваться. А где же все-таки брать вот эти источники радости, источники вдохновения? Вот для вас это что? Это жизнь вокруг, это люди вокруг, это настроение, которое тебе дает твой ребенок, твое позитивное, классные твои друзья, окружение, кино, погода, музыка. Вот, и лично я черпаю все от этого, этим всем напитываюсь и советую всем находить на простое в прекрасном. Здорово. И главное не отчаиваться, правильно? Самое главное. Татьяна, было очень приятно с вами пообщаться. Всегда рады вас видеть в нашей студии. Было здорово, спасибо. И вам спасибо. У нас в гостях была Татьяна Тавпека-Першина, блогер. Оставайтесь на Первом Этищинском. Субтитры создавал DimaTorzok